Документы судебных приставов Двуличный папаша жил в своем удовольствии и не обременял себя семейными заботами. Бурная молодость вышла гуляки боком. Внезапно он стал инвалидом и решил повесить заботу о себе на брошенную им дочь. А поводы для исков какие надуманные. Начиная с иска о возмещении убытков на покупку полового коврика. Якобы я затоптала перед его дверью этот коврик. Вот уже который год Геннадий Скворечников не покидает залы судов и предъявляет многочисленные иски ко всем своим соседям. Скворечников считает, что только так можно отстаять свои права и восстановить справедливость. Стоит отдельно. Самец что ли? Я все-таки мужчина. Мужчина и женщина созданы для постели, для любви, для жизни. Я с вами полностью согласен. Муж Светланы Самохиной превратил ее жизнь в настоящий ад. Теперь несчастная женщина пытается получить развод любыми путями. Но Андрей Самохин утверждает, что только его смерть может освободить жену от брака. Истец Эдуард Калугин обратился в суд с иском о выплате алиментов по нетрудоспособности. Ответчик Валентина Калугина с иском не согласна. Утверждает, что истец уклонялся от выполнения родительских обязанностей. Открыто слушание дела. Калугин Эдуард Константинович. Ваша честь, я подаю исковое заявление с требованием о выплате алиментов по нетрудоспособности. Ответчик моя старшая дочь Валентина. Я не собираюсь ничего выплачивать тебе. Я тебе ничего не должна. Это ты мне должен. У меня кроме старшей дочери мне некому помочь. Я с бывшей супругой своей, с ее матерью прожил 10 лет, как единая семья, в течение 10 лет. Я зарабатывал деньги, я тратил это на семью, я воспитывал, как нормальный отец своих дочерей. Все деньги отдавал полностью на семью, чтобы они только жили хорошо. Одежду перешивали, даже одеть было нечего. О чем ты говоришь, папочка? Как же ты, доченька моя, можешь отца-то сейчас такие слова-то говорить-то? Могу. Ваша честь, разрешите, я объясню истинно. Дело в том, что 9 лет тому назад мы развелись с супругой по настоянию моей супруги. Она просто наставила... Не в моготу было жить уже ей? Да, только не ей, а мне не в моготу было жить с ней, потому что она нашла себе другого мужика. Она понаставила мне рога, она мне изменяла. Я очень долго уговаривал, доченька моя, ты не знаешь вообще этой правды. Я тебе все это объясню, я тебе все расскажу. Еще дело происходило из-за моей жены. Я сколько ее уговаривал, просил, чтобы не разводиться. Я ей объяснял, что дети останутся без отца. Вы в этом суде-то с жены хотите алименты или с детей? Нет, я с жены не хочу алименты, я хочу алименты получить от старшей дочери. Так как после развода, когда судом было присуждено мне платить алименты, я совершенно честно, вот клянусь вам, говорю совершенно честно о том, что я ежемесячно своими руками приносил своей жене, отдавал ежемесячно сумму в 4500 рублей. То есть по 2250 рублей на каждого ребенка. Ничего подобного не было и не происходило. Я сейчас в данном случае доказать это не в состоянии, потому что я никогда не брал... Да потому что ты врешь, поэтому не можешь ничего доказать. Расписки я не брал по одной простой причине, что я алименты выплачивал никому-нибудь, ни своей жене, а деньги эти я отдавал, чтобы они доходили до моих детей, чтобы они не знали нищеты, они чтобы они одевались. Значит, скажите, пожалуйста, вы требуете алименты. Какое сейчас материальное положение, какие у вас доходы, какая пенсия, если есть пенсия и так далее? Ваша честница, совершенно недавно я перенес очень тяжелую операцию на ноги. И в результате государство меня признало инвалидом третьей группы. Поэтому у меня назначена очень маленькая пенсия, всего-навсего в 3,5 тысячи рублей. Этих денег не хватает. У меня зарплата составляет 4 тысячи, а ты хочешь, что мне алименты еще поймите. Не на лекарство, не на сиделку. Нужна медсестра, нужны дорогие лекарства. Кроме дочери у меня больше некому помочь. Когда мои мать деньги были, ты не платил мне? Передайте мне, пожалуйста, документы, подтверждающие назначение инвалидности. Пожалуйста. Я бы все-таки хотел дополнительно узнать, какие есть документы, подтверждающие, что вы платили алименты. На данный момент у меня нет никаких подтверждающих документов, потому что я своей супруге рук в руки отдавал эти деньги. Хорошо, тогда другой вопрос. А детей своих вы видели часто, занимались ли их воспитанием, ходили ли куда-нибудь, покупали ли вы им какие-то подарки, я не знаю, как обычно отец делает. Нет, когда мы развелись, супруга решила, что я должен исчезнуть из ее жизни и из жизни моих детей. Стоило только мне приблизиться к ним, тут же начинался скандал, публичные оскорбления, и вообще она старалась не допускать меня к детям. Сделала все, чтобы вырастить их с отвращением ко мне. А вы пытались видеться с ними? Я пытался, неоднократно пытался. Как? Ну, приходил домой, жена меня не пускала. Я приходил в школу, жена уже стояла там возле ворот и меня прогоняла, орала на всю улицу, чуть ли не на всю школу. Их воспитывала в таком виде, чтобы они имели ко мне отвращение, чтобы они меня ненавидели. Вот таким образом она и воспитывала. Вы виделись со своими детьми? Да, я виделся со своими детьми, но я только с ними не мог разговаривать, потому что все время рядом присутствовала моя жена. Вы что, со стороны за ними наблюдали, да? Да, я наблюдал со стороны. Я вообще всю свою жизнь не покидал их ни на одну минуту, если так можно сказать. Я знаю каждый их мешок. Ты прожил в моей матери всего лишь полгода. Я все время смотрел. О чем ты сейчас хочешь рассказать? Какие 10 лет? Я тебя умоляю, папа. Я участвовал на поступательных этих... Хватит драть, я тебя прошу просто. Моя кровинушка. Вы что, истеряешься. Слава кровинушка. Так, ну перестаньте. Молчу. Ну что вы одновременно начинаете говорить друг с другом? Ну потому что он врет. Я сейчас все выясню. Вы на выпускном вечере были у старшей дочери? Был, ваше честь. И на выпускном вечере присутствовал. Не был. И присутствовал при поступлении в институт. Она у меня учится на втором курсе фенологического института. И вы со студентки хотите взыскивать пенсию? Нет, она не только студентка. Она зарабатывает официанткой еще себе на жизнь. Зарплата моя доставляется. Как известно, официантки, кроме официальной зарплаты, еще и получают очень большие чаевые. И я с нее не требую какую-то там определенную большую часть ее зарплаты. А сколько требуете? Как порядочный отец мог бы тогда, мог сказать, чтобы она ежемесячно оплачивала бы мне на лекарства, на медсестру и на сиделку 5000 рублей. Сколько? Да я получила 4000 за плату. А сколько ты получаешь чаевые, если я учусь? Позиция ваша мне ясна. Отвечется. Будьте добры. Наверное, я вам с самого начала открою самую главную карту. Прошу тебя, папочка, познакомься со своей дочкой, Калугина Валентина Эдуардовна. Я Калугина Валентина Эдуардовна. И ты мерзавец. Получишь взговлю, а не алименты. Понял? Праздит, ты такой, заменит твои бумаги. Пристоф, ваша честь, я эту девушку впервые вижу. Она даже не похожа на меня. Никакая, я не видела тебя, не я, не я, не я. Вот я ее знаю, я с ней разговаривал недавно только. Что ты сейчас говоришь? Так. Так, встаньте, пожалуйста, девушка, которая агрессивно себя вела. У вас документы есть с собой? Все мои документы у доверенного лица. Все документы у меня. Я ее доверенное лицо. Меня зовут Сидорова Мария Олеговна. Я являюсь лучшей подругой и соседкой. Одну секунду. Я вас очень прошу, убедительно прошу, не нарушать порядок в судебном заседании. Присаживайтесь. Хорошо. И не проявляйте больше своих эмоций. Я являюсь ее доверенным лицом по нотариальной доверенности и по ее личной просьбе. Она моя лучшая подруга и соседка. Документы все давайте мне сюда. Прошу вас, пожалуйста, здесь и телеграмма, и свидетельство о браке, и выписка. Алименты выплачивались на содержание детей из ЦОМ? Алименты не выплачивались из ЦОМ. Он уклонялся от своих должностных обязанностей, как отца по всей сути. Вообще, если я не уклонялся, я ежемесячно своими руками... Помолчи уже, пожалуйста. Ради Бога. Как же вы мне говорите, что не уклонялись, когда исполнительный лист лежит и рядом с исполнительным листом документы судебных приставов, которые не могли с вас взыскать эти деньги в течение лет? Ну, ко мне никто не приходил и никто не требовал документов. Ну, хватит вам. Перестаньте фантазировать. Вы даже не знаете дочь свою лично. А что это за телеграмма? Если бы ее даже не узнала, о чем ты можешь сказать? А телеграмма что это такое? Ну-ка, дайте я прочитаю. Телеграмма... Что это? Что тут написано? Надо было думать, когда рожала. Сейчас уже поздно, Эдик. Это он написал в ответ на ее просьбу. Надо было думать, когда рожала. Сейчас терпи. Ты их мать, Эдик. Ваша честь, я такие телеграммы никогда в жизни не посылал. Я вас заверяю. Как никогда не посылал и не писал. Это мог сделать ее второй муж, чтобы отомстить. Почему? Истец называл вас дочерью. Он что, видел вас когда-либо? Так как я являюсь лучшей подругой и соседкой Вали, я часто бываю у них дома. И получилось так, что месяц назад Валли дома не было, она в магазин за хлебом отошла. И в этот момент раздался звонок в дверь. Я открыла. Стоял этот мужчина. Бросился на меня. Стал меня целовать, обнимать, кричать, что я его дочка. Что он меня безумно любит. Причем как-то это было все так несуразно. Я попыталась его, конечно, успокоить и остепенить. Доченька, что ты говоришь? Попыталась его успокоить и остепенить. Мы же с тобой так разговаривали хорошо. Мы с тобой так жили. Он этого не понял. В итоге я его, естественно, выставила за дверь. Я его в жизни никогда не видела. Они ведь с матерью, с Ниной Степановной, прожили-то всего полгода. Всего полгода. Как я... Вот я его лично не помню. Мы дружим с Валей шести лет. Дети у вас еще есть? Я бы его запомнила. Есть ваша честь. Моя младшая дочь Ира. От той же жены? От той же жены. А как же вы прожили всего полгода, умудрились родить? Получилась такая история, можно я скажу по этому поводу. Через полгода, как они прожили вместе, появилась уже Валя, Эдуард Константинович исчез. Никуда я не исчезал. Через полтора года он появился. Абсолютно. Прожил два-три месяца с Ниной Степановной. Я десять лет жил с женой. В результате которого появилась Ирочка, младшая сестра Валя. А после этого он опять-таки исчез безвозвратно, ушел к другой женщине, вот и все. Никуда я не выходил. Всю свою сознательную жизнь он только этим и занимался. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. А поводы для исков какие надуманные? Какие? Начиная с иска о возмещении убытков на покупку полового коврика. Якобы я затоптала перед его дверью этот коврик. Борец за правду Геннадий Скворечников считает, что новая железная дверь, поставленная его соседкой, затруднит путь его эвакуации при пожаре. Пытаясь устранить ненужное препятствие, пенсионер обратился в суд. Должна отдельно пошла. Самец что ли? Я все-таки мужчина. Мужчина и женщина созданы. Андрей Петрович. Понятно. Я с вами полностью согласен. Да. После того, как муж Светланы Самохиной потерял работу, ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. Теперь женщина пытается любыми путями избавиться от надоевшего супруга. Уважаемый Эдуард Константинович, в соответствии с законом, а именно со статьей 87 Семейного кодекса, трудоспособные совершенно летние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Судя по всему, вы нуждаетесь в этой помощи, потому что вы доказали, что вы инвалид, что у вас весьма небольшая пенсия. Однако, в соответствии с пятой частью этой же статьи, дети могут быть освобождены от обязанностей по содержанию своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. Так вот, изучив документы по настоящему делу, я пришел к внутреннему убеждению и считаю, что я абсолютно прав. Вы уклонялись от обязанностей родителей, вы не выплачивали алименты, полностью установленные законом сроки, вы уклонялись от выплаты алиментов, скрывались, вы даже дочь свою не узнали. Правовых оснований для удовлетворения, уважаемый Эдуард Константинович, ваших требований у меня нет. Решение суда. В иске отказать. Истец Геннадий Скворечников предъявляет иск с требованиями об обязании ответчика заменить входную дверь в квартиру и о компенсации материального ущерба и морального вреда. Ответчик Анжела Фурина против иска возражает. Открыто слушание дела. Я предъявляю иск ответчику с претензиями, чтобы она возместила мне материальный ущерб в размере 1319 рублей, немедленно заменила входную дверь в свою квартиру и возместила мне сумму в 10 тысяч рублей за нанесенный моральный ущерб. Ваше сообщение, я сейчас все расскажу по порядку, почему я предъявляю такой иск. Значит, общая стоимость иска какова? Значит, 10 тысяч за моральный ущерб и 1319 за материальный ущерб. Я покупал датчик там, я ниже потом скажу. Так, и теперь представьтесь. Я Скворечников Геннадий Петрович, пенсионер. Понятно. Ну, Геннадий Петрович, слушаем вас внимательно. Ваша честь, пять лет назад ответчик купил квартиру по соседству со мной. Вначале все было нормально, жили мы как соседи. А вот когда полгода назад она сделала ремонт квартиры, она свою входную дверь на площадке, у нее была древянная, открывалась во внутрь, заменила на металлическую, и которая открывается наружу. Так что получается, когда дверь эта открыта у нее, она закрывает полностью мой дверной проем, я не могу выйти, а вдруг случится пожар, нарушение прямой пожарной безопасности, техники пожарной безопасности. Второе, когда я открываю ключом свою дверь, дверь ее открывается неожиданно, и она неоднократно уже наносила мне телесные повреждения. Вот, Ваша честь, вот фотография двери, вот видно, когда она приоткрыта, и видно, что она закрывает мой дверной проем. Понятно. Я неоднократно обращался к ней и говорил, переделайте дверь, и все станет на свои места. Так все и осталось на месте. Может подумать, в двери там проблемы. Я за свой счет обратился в пожарную техническую экспертизу. Дали заключение, что все нормально, дверь стоит как надо. Но я не согласен с этим решением. Я написал вышестоящую дистанцию, обратился в МЧС, подал в суд. И в итоге этого начальника, который подписывал этот документ, уволили. То есть, ну неправильно, она работает в инспекции налоговой. У нее много друзей. Причем тут место моей работы? А при том, я знаю прекрасно. О, начинается. Другими словами, комиссии, в которые Вы обращались, установили, что дверь открывается не в ту сторону, и осуществлена перепланировка или переустройство. 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 Понятно. Это специальный термин. И Вы требуете, помимо имущественных претензий... Чтобы она дверь сделала, чтобы она открывалась вовнутрь. Ваша честь. После того, как произошел этот инцидент с пожарной технической инспекцией, я за свой счет купил световой датчик. Для чего? Чтобы мне в комнате было видно, когда открывается дверь, кто находится на площадке. Ну, что получается, когда я подхожу к своей двери открывать, я же не вижу, световой датчик срабатывает у меня там сзади. И эффекта мой датчик не произвел. Вот поэтому я прошу суд, что... А я затратил 1319 рублей на этот датчик, чтобы она мне возместила его. Но ведь ответчик не просила устанавливать датчик. Я в целях своей безопасности Ваша честь установил, чтобы мне видеть было, когда открывается дверь. Да мимо этой двери, когда приходишь с улицы, да без молитвы спокойно нельзя пройти, потому что вдруг сейчас мгновенно она откроется, и неоднократно уже я получал увечья. Понятно. Хорошо. Другими словами, что неоднократно получаемые Вами увечья, это и есть те самые ущерб, который Вы хотите возместить... Моральный ущерб. Да, моральный ущерб, который Вы хотите возместить в суде. 10 тысяч рублей. Вот справка медицинская. Я лежал после того, как ее дверь зашибла меня. Там написано, что дверью Вас зашибла ответчика. Да, это в тот день я обратился, да все, тут справки указаны. Да, передайте мне. Так, и там все документы, которые касаются этого дела, Ваша честь. К другим врачам. Ответчица, я Вас понял. Ответчица, что Вы скажете? Ваша честь, я не признаю исковые требования. Да, я действительно работаю в налоговой инспекции, но никаких уведомлений я на Ваше имя не посылала. И вообще, что Вы придумываете, это все Ваша фантазия. Все Ваша фантазия. Что касается установки двери. Вот у меня, пожалуйста, здесь заключение пожарно-технической экспертизы. Установка двери не противоречит правилам пожарной безопасности. Согласно СНИП, направление открывания входных дверей квартир многоэтажных жилых домов не нормируется. Условия безопасной эвакуации людей при пожаре из квартиры не ухудшены, так как требования пожарной безопасности, предусмотренные регламентными документами, не нарушены. Дверь, установленная в квартире, стопорящих устройств, способных фиксировать ее в открытом положении, не имеет. Для исключения травматизма, конструкция и схема подвески двери обеспечены и плавны, закрывание и открывание, что позволяет людям, находящимся в квартире, ИСА в случае пожара свободно и самостоятельно... Да не надо мне читать сейчас нормы, которые... Эти нормы я разговариваю сейчас. Вы представили документы и читаете сейчас выдержки о том, что из вашей квартиры можно безопасно находить, что вы не подвергаетесь опасности. Не, ну почему? Здесь и написано, что позволяет людям, находящимся в квартире ИСА в случае пожара свободным, стоять на ее закрыть и покинуть помещение квартиры. Ну хорошо, вы мне объясните суть конфликта вашего. Истец, мы внимательно слушали. Суть-то конфликта. Но неужели нельзя с соседом договориться о том, как дверь? Ваша честь, да при чем тут дверь? Дверь это ерунда. Он же говорит, что он судится под всякими мелочами. Главное закрывать двери и ерунда говорит. Так, можно я скажу? Вы говорили, мы молчали. В общем, вы знаете... А женщин не остановишь никогда. Правильно и не надо. Дело в том, что он судится вот по каждым мелочам. По каждым буквально. То я его оскорбила, в суд бежит. То я у него украла ключ от мусоропровода. А куда я побегу? Кто защитит меня, кроме суда? Я вывинтила замок из почтового ящика. Он бежит в суд. Да, мне делать больше нечего. И суду больше делать нечего, как вашу вообще бредятину. Вы не давите на суд. Понимаете? Да мне и мое время жалко. Я бы работала и работала. Нет, мне приходится вот с вами вот с этим вот разбираться. Правильно, не нарушайте. У меня уже семнадцать. Семнадцать решений суда. Семнадцать. А то вы сочиняете так. Понимаете? Семнадцать. А вы все ходите к судям. Вам не к судям надо сходить, а к людям в белых халатом обратиться. Это вам туда надо пойти. Да. Что это за семнадцать решений судов? Это все с одним человеком? Да. Да. Передайте мне, пожалуйста. Все. Всякую ерунду. Понимаете? Вы что, на самом деле обращаетесь в суд по каждому чиху? Кто защитит меня, кроме суда? Я обращаюсь к мировому суде. Суде больше делать нечего. А в нее полгорода знакомых, работа в налоговой инспекции. Она все что угодно, любое дело проведет. Ну, валите теперь все на налоговую. Все на налоговую теперь валите. Так. Понятно. Понятно. Потом, вы знаете, ведь судится не только со мной. Не только со мной он судится. А с кем еще? Еще. Соседи. Вот у меня соседка есть. То же самое. Покой ей не дает. Понимаете? Диана Родионовна тоже жалуется? Да не только она одна. Пригласите Диану Родионовну. Да. Диану Родионовну. Ну, а фамилия? Камбалова. Камбалова. Диана Родионовна. Сейчас будем слушать ее. Свидетель Анатольевича пройдите. Слушай, 14 лет вы судитесь. Беспрерывно. Ваша честь. Надо добиваться везде справедливости. Справедливости. Надо судебно-психиатрическую экспертизу сделать. Диана Родионовна, слушаю вас. Я Камбалова Диана Родионовна. И хочу сообщить суду следующее, выступая в качестве свидетеля-ответчика. Я знаю Геннадия Скворечникова много лет. 15 лет назад он овдовил. И, наверное, от тоски, одиночества, а может еще по каким-то причинам, он очень изменился. Из нормального, обыкновенного мужчины он превратился в сутягу, в сутяжника-искрягу. Да не вам судить обо мне. Ну вы вынуждаете нас судить, чтобы мы судили о вас. Потому что вы нас постоянно заставляете посещать суды. За 8 лет я была в судах 22 раза. По его надуманным искам, по нелепым. По искам вот этого истца? Да. 22 раза? 22 раза за 8 лет. А поводы для исков какие надуманные? Какие? Начиная с иска о возмещении убытков на покупку полового коврика. Якобы я затоптала перед его дверью этот коврик. Да я обувь свою пачкать не буду об его коврике. Вообще к его двери близко не подхожу. Мне понятно, что истец интересуется судом. Передайте мне эти решения судов. Он говорит суда. А теперь меня интересует, что вам известно по поводу двери, которую переустроила ответчик? Мне по поводу двери известно то, что приходили эксперты, приходили пожарники, приходили представители других служб. Мы, соседи, это все видели и слышали. И все признали, что дверь установлена в соответствии со всеми требованиями. Никому не мешает. И никому абсолютно не мешает. И вот эти 22 решения, между прочим, они все отклоняют его иски, что они необоснованы. Да и предшественники, собственники... Значит, я хочу сказать, уважаемый свидетель, что то, что вы говорите, что все комиссии приняли решение, что нарушений нет. Однако у меня документы, которые представлены истцом, и у меня нет оснований не доверять этим документам, свидетельствуют об обратном, о том, что ответчик переустроила входную дверь, и эта дверь мешает истцу. Вы будете продолжать настаивать на компенсации морального вреда и вот эту лампочку, сигнализацию 1319? Да, пусть она мне возместит за дачу 1319 рублей. Вы согласны возмещать? Нет, нет, ничего не буду я ему возмещать. А дверь переустроить? Тем более, никому она не мешает, ему тем более. Не мешает. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Вы должны отдельно помещать. Самец, что ли? Я все-таки мужчина. Мужчина и женщина созданы... Андрей Петрович. ...не при постели, а для любви. Понятно. Я с вами полностью согласен. Да. Муж Светланы Самохиной превратил ее жизнь в настоящий ад. Теперь несчастная женщина пытается получить развод любыми путями. Но Андрей Самохин утверждает, что только его смерть может освободить жену от брака. Уважаемый ответчик, в соответствии с законом, понятия перепланировка и переустройство отличаются друг от друга. Хотя и обязаны вноситься изменения в технический паспорт. Вот истец заявил, что эта дверь нарушает его права. Но нарушает, он считает, что нарушает. Вы обязаны были в этом случае согласовать в установленном порядке переустройство с этой двери, и чтобы вам разрешили в установленном порядке власти муниципальные, чтобы дверь после согласования со всеми этими пожарными и другими инспекциями, в том числе жилищной, чтобы дверь открывалась в ту сторону, куда вам удобно. Не внутрь, как у вас по проекту, а наружу. Вы этого не сделали. В соответствии с законом, жилищным кодексом, вы обязаны будете теперь восстановить прежнее положение вещей. Я вот даю вам 6 месяцев срока для того, чтобы вы дверь перевели в то состояние, в котором она должна была быть. А в остальных частях о взыскании морального вреда, о взыскании 1319 рублей в качестве компенсации за эту лампочку, я вам отказываю, потому что не нахожу достаточных оснований для удовлетворения этих требований. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Истец Светлана Самохина обращается в суд с иском о расторжении брака, а также о разделе совместно нажитого имущества. Ответчик Андрей Самохин против иска возражает. Слушайте, дело открыто. Самохина Светлана Викторовна, я обращаюсь в суд с иском о расторжении брака с моим мужем и о разделе имущества, нажитое в браке. Мы уже 5 лет с Андреем Петровичем женаты. И каких 5 лет? Очень хорошо начиналось все. Он меня даже такого от матерого коня отбил, можно сказать. Был галантным мужчиной таким, авторитетным бизнесменом. Все хорошо начиналось, ухаживал вообще очень приятно. Дай, пожалуйста, сказать хоть здесь. Очень замечательный муж, мы поженились, все. И вот 2 года вроде бы все хорошо. Потом как с катушек слетел. Я поначалу так, ну трудно, то работала, то нет. Я из области приехала. Потом он меня устроил на работу в ресторан. Я стала как-то подниматься. А он, вот знаете, ни с того ни с сего начал ревновать. Ревновать бешено просто. У меня вот есть свидетельство о регистрации брака. О ревности вот что могу сказать. Я волнуюсь очень. Дело в том, что моя жизнь превратилась просто в сплошной ад. Он начал выпивать. Бизнес у него куда-то развалился. Он говорит, я стал охранником. С чего? Ничего мне не объясняет. Вот. Приходит какой-то агрессивный. Начинает даже руки на меня поднимать. И это есть подтверждение с травмпункта. И в милицию я обращалась даже. Я просто его боюсь. Он ведь, посмотрите, громила. Вот. И потом, значит, ну кроме того, что он такой агрессивный, он просто ревнует каждому столбу. Основание-то есть для этого? Нет. Никакого повода. Понимаете? Никакого повода. Я в ресторане работаю хостесом. Я должна приглашать, ну то есть встречать гостей. Мне сказали определенный вид. Но он даже, ваше честь, я хочу сказать, это очень важно. Он, когда даже своих же друзей с женами приглашает, он начинает так ревновать меня, чтобы я даже вот с мужьями не разговаривала. А я подаю блюдо. Ну да, у меня глаза горят. Конечно, чужие. Его друзья приходят к нам в гости. А они должны быть тусклыми. Вот я не знаю. У него не тусклыми. Я прям чувствую, что рога прорастарил. Я принимаю. Я, правда, не доказал. Да не видно. Потому что я не доказал. Ну, а ведь ты внутренний мужик-то чувствует. И деньги его мало. Я бы выдержала. Я работу сейчас получаю. То есть это все равно. Но, вот, знаете, каплей последней было то, что он меня пригласил со своими друзьями с новыми с работы познакомить в ресторан. Сам пригласил его же друзья. Охранники. Охранником работать. Пригласил, значит, со своими там охранниками. Не знаю. Говорит, я тебя познакомлю. В ресторан. Решил такой вот фильм сделать. И, значит, ну я пришла. Оделась. Он мне сказал, как одеться. Все. Я оделась. И мы сидим за столиком рядом. Какая-то компания сидела. Там молодой человек. Ну, видимо, понравился. Я не знаю. Уже боюсь. Вот. Он ко мне подошел и начал приглашать. Муж. Он посерел аж весь. Все друзья это заметили. Давай празднуй. Жена у тебя хорошая. Все. Я отказалась. Я этому человеку сказала. Нет, нет, нет. Мы своей компанией. Все. Так он что, вы знаете, это вообще вам смешно. До маразма. Он сбегал из ресторана, вышел. Слил там где-то бензин, я так понимаю, с машинами. В пивном ларке взял бензин. В пивном ларке взял бензин. Я не знаю, где он взял. Ну а где ты взял? В пивном ларке, ага. Заканчивать сумасшедшим домом. Вы знаете. Ну, мне еще рано. Извините. В театрической лечебнице нужно заканчивать. Нет. Это попытка суицида. Однозначно. Постоянно. Знаете, он когда приходит домой. И вот у нас дальше вот еще один маразм расскажу. Пожалуйста, послушайте. У нас рядом супермаркет. То есть мы всегда там берем продукты. Он до того маразматически досчитался. У него выкладки есть письменные. Он мне их показывает. Что до магазина и обратно час. Ну плюс-минус там значит продают товары в очередь. Обычная математика. И не дай бог. Еще на 5 минут задержалась. Все я изменила. У него рога растут ветвистые. И сразу бежит в туалет. Вешаться, стреляться. Я даже знаете. Циркулярка не возьмет. Я сначала боялась. У меня прям трясло. И соседи это знают. Просто он кричит на все. Вот. Но я вот за два эти года так уже насытилась его показательными вступлениями, что я взяла да сняла. Взяла у подружки камеру. И вот я сняла. Как это все начинается. Потому что она говорит. Ты будешь виновата. Я себя повешу. Я самоубийством покончу. Ну 5-минутная слабость. Элементарная психологическая 5-минутная слабость. И все. То есть вы хотите показать один из скандалов? Очередной. За два года. Вот. Ну давай. Против моих этих самых так сказать правил это. Снимала то она. Вот. Но вы не возражаете против просмотра? Да нет. Я не возражаю. Я просто хочу. Пускай она покажет до чего она меня довела. Пускай покажет. Я согласен. Вот он только угрожает. Угрожает. И мне это страшно. Перед соседми стыдно. Все происходит ночью. Типа знаете. Вот если бы это было то вам пару раз в другой. И заметьте. Трезвые. Непьяные. Вот. Пожалуйста. Вот. Светка. Дура. Если ты действительно сейчас уйдешь. Я не подешусь. Я на полном железе говорю. Вот. Она говорит давай давай. Она говорит давай. Она специально провоцирует. Чтобы получить машину. Выключайте. Выключайте. Вот. И если бы это хоть чем-то там хоть раз закончилось. Специально. Он меня обживает. Вы что на самом деле хотели повеситься? Вот. Здесь я виноват. Здесь я действительно виноват. Каждую неделю по два раза. Это была петля на шее? Ну. Петля. Да. Действительно. Вот уже на грани был. На грани того. Что там это. Настоящий. Ну может быть на самом деле вам нужно полечиться? Да нет. Перед этим серьезный скандал был. Перед этим вот еще я. А для начала. А для начала. Если вы постоянно так. Ревнуете. Да не постоянно. Не постоянно. Ну хорошо. Периодически. Может быть вам стоит тогда прекратить брак и все. И некого будет ревновать. Да я вам все объясню по порядку. Пускай она сначала о своей сказке великого реза расскажет. А простите, я еще продолжу. Пускай она продолжит до конца. Вы знаете да. Я. Дело в том что я пыталась всячески. Я говорю. Давай Андрюха поживем как-то отдельно. Ну как-то вот. Ну. Потому что я тебя уже боюсь. Ты такой мужчина. Вроде все. Давай поживем. Он нет. Я предлагаю значит такие варианты. Такие. У меня даже есть вот варианты размера. У нас одна квартира. Я приехала из области. Вот. И значит мы покупали эту квартиру вместе. Там у нас много чего купленного. Один покупал. Я ему предлагала всякие варианты. Говорю. Давай попробуем. Мирно. От всего отказывается. Вот эти вот показательные вступления каждую неделю. Ну да. В коммуналке буду жить. Из двухкомнатной квартиры перееду в коммуналку. Ну и вот. И значит от всего отказывается. Я. Ваша честь. Не знаю как без суда это решить. Потому что я уже. Ну давно смеются уже. Пожалуйста помогите. Ну и кроме вот квартиры у нас 60 квадратов. Мы правда приватизировали когда купили. И не определили доли. Ну потому что кто рассчитывал на расход. Извините. Ну понятно. Совместная общая собственность. И мы. Ну без доли. Она все равно была бы общей совместной собственностью. Ну вот. Я хочу чтобы вот пол квартиры. Я спокойно уеду. Мне уже там друзья помогут. Вот. И еще у нас есть имущество. Которое мы с ним купили вместе. Тоже знаете. Не одним его трудом все это куплено. Я очень много. Вот последнее время работаю. Много денег вкладываю. Значит. Я хочу зачитать список. Который я вот включила. Не надо зачитывать. Вы передайте мне этот список. Там и техника. И очень дорогая. Ну понятно. Посуда. Обратите внимание. Две бумажки принес. А там их штук шесть или семьи. Он меня убил. Специально нацелено уже. У меня там и протокол. Я понял вашу позицию. Люблю я ее дуру. Люблю я ее дуру. Так вот если вы любите. Зачем же вы создаете такие не комфортные условия для любимой женщины. Объясню вашу честь. Объясню. Объясню по порядку. Вы знаете. Дело в том что. Вы знаете мечта. Когда вот мужчина делает женщину. Он ее лепит. Как галатею. Как пигмалион. И вот у меня мечта была. Что прийти с ней в ресторан. И все мужики бы хлопали. Ага. И обжечь себя. Пришел с какой женщиной. Подпалить. Вечернее платье. И чтобы никто не смотрел. Мне даже дедушка говорил. Прежде чем женщину раздеть ее одеть надо. Посади ее к парикмахеру. Найми художник. Чтобы в профиле нашел ее прическу. За это спасибо. Да. И вот я был бизнесменом. Я получал деньги. Не то что сейчас 12 тысяч. А так тебе. Вот такими птюхами. Вот такими блинами я приносил ей. Чего вообще. Я ее взял вообще из Московской области. Она в слове с матешиной делала три буквы. Екатерина четыре делала. Нет. А она три. У меня генетическая грамотность. Так я ее приучил ко всему. Как правильно питаться. Как правильно соблюдать сервировку стола. Все. Она узнала такие прекрасные вещи. Ну смешно. Как кофточка Роберт Вильсон. Что смешно. Что ты на них то смотришь то. Они не видели то что ты видела. Это люди. И вот. Ты на людей всегда плевал. Я не на людей плевал. Я просто говорил ей. Дорогая. Любимая. Давай вот так и так. Начала слушаться. На что ж. А потом произошел как гром среди детского неба. Как дал это. Вы спросите. Повод то был хоть раз. Кризис. Повода не было. Но деньги кончились. Бизнес пролетел. Все. Труба дела. Трещина пошла. Я страдаю. И я стала хранником. И деток нет. К сожалению. И у нее перестали эти кофточки Роберт Вильсон. Это Пабло Пазолини понимает твои туфли. Я тебе претензии ты не предъявляю. Другими словами. Ваша жена хочет расторгнуть с вами брак. Потому что вы стали неудачным бизнесменом что ли. Вокуль правда. Получается так что я уже чуть ли не ниже городской конденсации опустился. Это он опустился. Она же понимаете специально провоцировала. Она играет на том что я ее действительно еще люблю. В общем вопрос. А то что я слабинку дал. Да я виноват. Она частично кое-где права. Частично. Что сел немножечко на стакан. Ну бывает. Но переходы. Я тебя изменила хоть раз. Две недели. Две недели бы там в парикмахерской бане то сё и был бы уже огурчик. Вот это вот слова постоянно. И дело в том что и нашел бы теперь что-нибудь такое комбинированное. Дети что у вас есть? Что? Нет к сожалению. Дети есть? Нет. Детей нет. Вот к сожалению из-за него. Так из-за него. Вот стал пить два года назад. Вот я тогда специально принес свидетельство на квартиру. Где покупал. И о своих доходах. О своих доходах. И там доходы. Она просто метродотельный распорядитель. Там понимаете. Это мне неинтересно твои доходы. Кильки, шпоты, кисели и компоты. Там кое-что домой-то носят. Это как мужчина было интересно. Сейчас во что превратился. И меня тиранишь. Вот именно. Она вначале сказала от такого коня. Ваши приспомогите. Вы должны отдельно пошли. Самец что ли. А для любви и для жизни. Понятно. Я с вами полностью согласен. Да. Но теперь, Андрей Петрович. Да и постели нет. Ваша жена. Да. Просит расторгнуть брак и разделить имущество. Как вы к этому относитесь? Ваша честь. Я отношусь отрицательно. Я вас очень прошу. Не разводите. Если даже не можете. Хотя бы дайте три месяца. Условно. Не, не, не. Он меня убьет. Сейчас после суда вообще. Если вы этого не сделаете. Нет, нет. Пожалуйста. Пойдете. Не надо. Не надо. Всего этого. То я что-нибудь такое действительно сделаю. А сделаю элементарно. Просто вот этим. Перочинным норочком. Не позорься. Вот люди дорогие. Вот так вот. Слушай. Отдай сюда пристав. Вот змею. Как два десять босиком. Понимаете. Правильно делай. Постоянно. Отдай норочек. Вы хотели что здесь? Ужас. Ужас. Позорище. Показать как вскрывают вены что? А почему бы нет. Хотя бы здесь. Театрально. Хотя бы. Чтобы она знала как я ее люблю. Она постоянно подумает. Ну давай. Ну давай. Ну давай. Ну давай. И все. Ждет этого момента. А там квартира. Дача. Машина. Машина так сказать. Машина так сказать. Один фарфор чего стоит. Фабергира. Не плахала. Может быть на самом деле. И Гаднера. Выполнить просьбу вашего мужа. На три месяца хотя бы примирения. Пожалуйста. Он меня убьет после суда. Я просто знаю что он будет. Мы поживем отдельно. Там видно будет. Пожалуйста. И кофе буду в постель подавать. Не оставляйте. Он бешеный. После суда он меня просто раздавит. Я его знаю. Пожалуйста. Помогите мне. Помогите мне. Прошу всех встать. Вы знаете. Я. Как правило. В таких ситуациях. Спорных. Принимаю решение. О том. Чтобы. Семья. Имела шанс. Сохранить. Именно семью. И даю. Трехмесячные сроки. Для. Примирения супругов. Это обычно. Обычная моя практика. И я. Стараюсь не отходить от нее. Однако. В этом случае. Я считаю. Что оснований. Для этого. Абсолютно нет. Ваше поведение. На самом деле. Вызывает. Опасения. За ваше психическое состояние. Может быть опасным. Для вашей супруги. Руководствуясь. Семейным кодексом. На основании. Заявления. Вашей супруги. Я. Расторгаю. Ваш брак. И. Удовлетворяю. Ваши требования. Раздели имущества. Решение суда. Иск. Удовлетворить. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова